Всем привет, с вами Дмитрий Вереценко и сегодня хочу показать вам еще одну интересную красивую миниатюру, которая была сыграна в испанской партии и она также примечательна еще тем, что белыми ее играл четвертый чемпион мира по шахматам Александр Алехин. Опять же насчет фамилии Алехина ходят отдельные вопросы, как правильно называть Алехин или все-таки Алехин. Не думаю, что это сильно принципиально, поэтому все-таки буду говорить по привычке Александр Алехин. Итак, Алехин играет белыми, черными играет неизвестный соперник, но эта партия была в сеансе одновременной игры в 1923 году сыграна. Итак, поехали. Здесь у нас была, как я уже и сказал, ранняя испанская партия и в общем-то черные до определенного момента играли неплохо. Итак, испанская партия А6 играет соперник, Алехин ходит слон А4, стандартный ответ и далее после кони в 6 сделал Алехин ход конь С3. То есть, в принципе, в данной позиции вместо конь С3 чаще играют, допустим, Д3, либо короткая рокировка, основной ход. Но, тем не менее, конь С3, безусловно, тоже не ошибка. Такой ход почти никогда не может быть плохим в дебюте. Итак, конь С3, черные играют слон С5. Ну и вот здесь, опять же таки, тоже были большие разбилки. Самое такое простое это, конечно же, сыграть Д3, угребить пешку на поле Е4, затем короткая рокировка. Ну и у белых нормальная позиция, с другой стороны у черных, в принципе, тоже здесь полный порядок. Такая вот, получается, закрытая и довольно вязкая борьба. Но Алехин решил обостить игру и пошел на размену. Ходом конь Е5, то есть это временная жертва. Ну и понятно, что в итоге после конь Е5, конь Е5 и Д4 фигура отыгрывается, и у нас возникает материальное равновесие. Ну вот тут, в принципе, есть тоже разные варианты ответа. Ну, два варианта ответа, скажем так, есть у черных. Это слон на Б4, что и было в партии, либо же слон Д6. Начну с хода слон Д6. В целом, ход слон Б4 тоже был не ошибкой. Слон Д6, ну, опять же таки, наверное, чуть сильнее, хотя объективно, в общем-то, и слон Б4 вполне нормальный ответ. И после слон Д6 до Е и слон Е5 возникает тоже такая довольно сложная позиция, объективно примерно равная. Ну и здесь, опять же, трудно сказать, что было бы далее. Но в любом случае, здесь вся борьба была бы впереди. После хода слон Б4 тоже все было нормально для черных до определенного момента. Итак, слон Б4, ДЕ, конь Е4, то есть именно в этом была идея хода слон Б4. Белые связали, вернее, черные связали, конечно же, коня. И после конь Е4 съедают пешку. Итак, белые делают ход ферзь Д4, ну, иначе совсем у них все плохо. Ходом ферзь Д4 белые укрепляют коня на поле С3 и нападают на две черные фигуры. Ну, понятно, что здесь материал у черных не теряется. Есть простой сильный ход конь С3. Ну и вот после БЦ уже на этом моменте остановимся более подробно. Итак, что вообще нужно делать в дебюте? Это важно всегда помнить. В дебюте нам важно захватывать центр, развивать фигуры, прежде всего легкие фигуры. И, естественно, убирать короля из центра. Особенно если мы говорим про открытые дебюты, когда центр вскрывается. То есть нужно делать рокировку, проще говоря. И вот про рокировку здесь черные то ли забыли, то ли не дооценили выброс соперника. И в итоге попали большие проблемы. Нужно было сказать, конечно же, довольно аккуратно, а именно слон Е7. Такой внешний ход немножечко вроде бы пассивный. Но, с другой стороны, ход очень важный, потому что теперь помешать короткой рокировке черных белые никак не могут. Ну, допустим, рокировка-рокировка, ну и возникает примерно равная позиция. У черных здесь в целом все вполне неплохо. Вот, после же хода слона 5, на самом деле, позиция черных уже крайне опасная. То есть тут компьютер единственными ходами как-то более-менее отбивается. Но это, в общем-то, уже далеко не так очевидно. Сейчас вам покажу вариант, который посоветует компьютер. Итак, белые сыграли слона 3. Естественно, что они пользуются тем фактом, что диагональ открылась. И теперь у черных нет короткой рокировки. Получается, что и король застрял в центре. Ну и вот тут, опять же-таки, единственными ходами черные могли более-менее удержать эту позицию и не развалиться очень быстро. Важно было сыграть Б5. Ну, Б5 на самом деле ход не такой уж и сложный. Самый интересный начинается дальше. Итак, Б5, слон Б3. Ну и вот здесь, если не сыграть Д5 по компьютерному, то у белых очень большой перевес. То есть угрожает, ну как минимум, ход вверх Д5, ну и также просто давление на черного короля. Итак, советует компьютер сыграть Д5. Ну и вот здесь, после взятия на проходе, а это лучшее, что есть у белых, черные срочно убегают в рокировку. Ну и после длинной рокировки белых СД и хода слон Д6, безусловно, у белых перевес. Перевес довольно приличный же в этой позиции. Но, тем не менее, черные еще как-то относительно здесь держатся. Позиция плохая, это действительно правда, но, тем не менее, сразу здесь белые не побеждали. В партии же черные даже не смогли убежать в рокировку, не попытались данную диагональ закрыть и сделали ход Б6. Ну, ход Б6, безусловно, идейный, то есть черные готовят ход слон на поле Б7. Но проблема этого момента, этого хода, да, в Б6 состоит в том, что черные не успевают. Вот, последовал очень точный ход Е6, ну, безусловно, Алёхин любил и, что самое главное, умел атаковать на короля. Ну и после хода Е6, собственно говоря, позиция черных уже незащитима. То есть тут, чтобы не получить мат сразу, приходилось играть ФЕ. ФЕ, ну, после ФЕ и ФЕ7 здесь нет защиты хорошей от хода ФЕ8, и все равно черные проигрывали. То есть, возможно, мат сразу не получали, но позиция у них безнадежная. В партии же все закончилось именно матом. То есть последовал ход ФЕ6, ну, и здесь, конечно же, никто ФЕ менять не будет. Последовал ход СНОМ Д7. Ну, идея такая, что в случае взятия СНОМ Д7, белый оставит мат в один ход. После ФЕ7, если же сыграть король Д8, то тогда следует симпатичный мат жертву ФЕ. В принципе, комбинация довольно нетрудная, и найти ее вполне реально. Это скрытый шаг СНОМ Д6. В принципе, ход СНОМ Д5, не по СНОМ Д4. Это все приводило к тому же эффекту. Ну, и после ФЕ4, красивый мат пешка. Редко такое видишь в шахматах, чтобы пешка ставила мат на 15-м ходу. Но вот данная позиция действительно состоялась. Так что, что хочу в целом сказать, что действительно, когда вы играете дебют, ну, и в принципе, когда вы играете партии даже против сильных соперников, не забывайте, что есть базовые принципы какие-то. Ну, в частности, если мы говорим про дебют, еще раз напомню, это захват центра пешками, это вывод легких фигур, коней и слонов, и, естественно, что это рокировка. Ну, и вот здесь про один из базовых принципов, а именно про рокировку, черные забыли, ну и поплатились. То есть после СНОМ Д7, рокировка, рокировка, у черных все нормально. После же хода СНОМ Д5 позиция у черных уже очень опасная и очень тяжелая. Поднимать все те варианты, которые я предлагал, там Д5 и жертва пешки после Д5, довольно проблематично, и даже там все равно у черных проблемы, поэтому лучше в такие позиции не попадать. Ну, еще раз покажу красивый финал, потому что он заслуживает внимания. Белая жертвует ферзя. В данной позиции играет СНОМ Д6 шаг, ну и на взятие ставит мат пешкой. Конечно же, опять же таки, финал очень и очень интересный, и действительно я рад, что эту партию нашел, потому что мне она очень понравилась. Думаю, что вам тоже она будет интересной. Ну что ж, такая вот красивая партия от четвертого чемпиона мира по шахматам. В общем-то, он в очередной раз доказывает, что атака на короля – это одна из его самых главных сторон, одно из его, в принципе, сильных качеств. Вот, и, конечно же, партия Лехина смотреть очень и очень интересно. Ну что ж, всем тогда спасибо за просмотр, ну и до встречи уже в новых видеороликах.